На смерть Джульетта Кьезы. Статья на Реа Новости за 26 апреля 2020 года. Ольга Зиновьева. По утверждению журналиста и философа Владимира Лепехина, российский читатель осознает масштаб личности Джульетта Кьеза только теперь, после его смерти. С начала 80-х годов прошлого столетия он крепко подружился с Александром Зиновьевым, и эта дружба была не случайным эпизодом в жизни этих людей. Их роднила общность обеспокоенности за судьбу России и европейской цивилизации. Кьеза настолько часто посещал Россию и выступал по телевидению, и так адекватно описывал ситуацию в стране и в мире, что фактически стал неотъемлемой частью российского политического и журналистского пейзажа. Для меня Джульетта Кьеза – аналог Эрнеста Хемингуэя, но в журналистике, разумеется, речь идет не о мировой известности и даже не о его творческом таланте. Аналогию я вижу прежде всего в мировоззренческой целостности и жизненной позиции этих двух фигур. Хемингуэй всю свою жизнь был активным и добровольным участником всех великих войн Первой мировой, войны в Испании с фашистами, Второй мировой, и он всегда занимал жесткую антинацистскую позицию, демонстрировав в своих произведениях и в своем волонтерстве выдающиеся человеческие качества. Таким был и Кьеза, который, будучи в молодости коммунистом и человеком, хорошо понимающим и поддерживающим Советский Союз и Россию, оставался таковым до конца жизни. Он всегда был на передовой борьбе с преступлениями против человечности. Позиция Джульетта Кьеза в журналистике, политике и аналитике никогда не была конъюнктурной. Напротив, он плыл против течения, против, в частности, нарастающих в Европе антикоммунизма и русофобии. То есть, его позиция была абсолютно честной. И не случайно Кьеза, наряду с Александром Зиновьевым, одним из первых и с фактами на руках, подверг сомнению официальную трактовку событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Джульетта Кьеза всегда был последовательным антиглобалистом, а в последние годы особенно. В 2014 году, когда после организации, поддержанного западными спецслужбами переворота в Киеве, вся демократическая Европа ополчилась на Россию и объявила ей экономические санкции. Он был одним из очень и очень немногих еврожурналистов, который не только не поддался русофобии, но и поддержал Москву. Все последние годы Кьеза терпеливо и профессионально разъяснял европейскому читателю и телезрителю преступный характер современного глобального капитализма, выражающийся в том числе и в несправедливом отношении к России, как стране, победившей 75 лет назад нацизма, сегодня противостоящей неонацизму. При этом итальянского журналиста нельзя было обвинить в особых симпатиях к Кремлю или современным российским элитам. Напротив, Кьеза критиковал и многих российских чиновников и олигархов, справедливо считая их частью транснационального аппарата власти. Он был на стороне итальянского, российского и других народов, ведущих борьбу за высокую культуру, качественное образование и реальную демократию. Мало кто в мировой журналистике с такой страстью, как Жульетта Кьеза, противостоял усиливающейся цензуре и стремлению теневых преступных кланов навязать миру новый цифровой порядок. Именно с этой целью он возглавил международную антиглобалистскую ассоциацию «Мегачип». В 2016 году Жульетта с благодарностью принял наше приглашение войти в международный состав членов Зиновьевского клуба «Миа Россия сегодня». По словам Кьеза, он решил поучаствовать в его работе, поскольку целью клуба было провозглашено формирование справедливого образа России в мире. И такая цель полностью соответствовала представлениям итальянского журналиста-интернационалиста о том, что должно быть основным кредо любого честного человека, а журналиста – в особенности. Обостренное чувство справедливости было тем стержнем, вокруг которого сформировалось мировоззрение Джульетта Кьеза, и прежде всего этим он дурак всем тем, кто его хорошо знал и ценил. Да, мы сегодня начинаем по-настоящему полно осознавать масштаб и истинное значение этой личности. Нам всем будет его серьезно не хватать. Нашего итальянского друга Джульетта Кьеза. Ольга Зиновьева На смерть Джульетта Кьеза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok